Я, наверное, хотел бы по этому поводу сделать небольшое обращение. Сегодня, 24 февраля, Россия объявила войну Украине. Путин рано, утром, на рассвете обратился к россиянам, и началась война. Эта война, она, наверное, очень показательная, уникальная. Это такой уникальный в 21 веке случай, когда она не называется как-то иначе, хотя Путин это, конечно, назвал спецоперацией военной. Но, тем не менее, он соблел все вот эти правила ведения войн, когда подгоняются войска к границам, объявляется война и начинается вторжение. Если до этого все те события, которые происходили в мире, я имею в виду сейчас последние события, они представляли собой какую-то гибридную войну, когда ее вот так не объявляют, но Крым отжимают, какие-то зеленые человечки появляются, за них ответственность никто на себя не берет. Потом оказывается, что это они были. Когда на Донбассе воюют российские войска, но это тоже не признается, говорится, что это там какое-то ополчение. То есть до сих пор было что-то вот такое гибридное. И вот сейчас впервые официально объявлено и работают действительно под своим именем. Я хочу по этому поводу обратиться к различным украинским блогерам, артистам, звездам, общественным деятелям, которые записывают обращения и, обращаясь и к народу Украины, и к народу России, распускают какие-то сопли. Они призывают россиян выходить там на улицы и, значит, ну или вообще как-то выступать против войны. Они призывают российское руководство остановить войну. И они рассказывают украинцам, как страшно, что война началась. Но это не те слова и не те действия, которые сегодня нужны народу Украины. Дорогие украинцы, к вам сегодня вторгся враг. И самое лучшее, что могут сделать сегодня общественные деятели, блогеры, лидеры мнений, это показать своим примером, как нужно действовать, когда к тебе приходит оккупант, когда твою страну пытается захватить враг, агрессор. Просто самому выйти, снимая это на камеру, показывая это всей своей аудитории, пойти к военкомату и записаться в добровольцы, взять в руки оружие и пойти защищать свою страну. Если по каким-то причинам сделать это нельзя, то помогать своей стране тем, чем можно. Освещать эти события с украинской стороны. Помогать как-то, будь волонтером, делать все, что угодно, но не рассказывать о том, что страшно, что вот остановите. Это не те слова того, что вы сегодня будете распускать эти сопли. Агрессор, пришедший к вам, он не уйдет. Они не для того туда пришли, чтобы послушать какого-нибудь очередного блогера и сказать, да, действительно, нам лучше, наверное, сейчас вернуться домой. Такого не будет. Поэтому сейчас украинским бойцам им нужна поддержка, в том числе и моральная. И украинцам нужно сегодня быть решительными, стойкими и отважными. Поэтому, если вы не даете своему народу то, в чем они нуждаются, то лучше просто промолчать. Просто напишите какого-нибудь пост у себя в соцсетях, назовите агрессора агрессором, назовите его врагом, призовите проклятие на его голову, и этого будет, в принципе, достаточно от вас. Не нужно распускать сопли. Хочу обратиться также в целом к украинцам. Да, к вам сегодня пришел очень мощный враг, и мы не понаслышке знаем этого врага. До того, как прийти к вам, он приходил к нам дважды, и мы с ним сриснулись. Поэтому, каким бы сильным и опасным он ни был, не так страшен черт, как его молюют. У вас есть все необходимое для того, чтобы этот враг захлебнулся в собственной крови, на вашей земле. У вас есть оружие, у вас есть мировая поддержка. Весь этот мир поддерживает сегодня Украину оружием, финансами и всем необходимым. Поэтому сейчас у вас есть все шансы унизить Россию перед всем этим миром. И я желаю вам стойкости, я желаю вам крепости духа и отваги. Сделайте то, что необходимо. Уничтожьте этого врага и не слушайте тех людей, которые пытаются сегодня как-то сбить ваш боевой настрой. Мочите этих оккупантов, мочите их до тех пор, пока они сами, прижав свои хвосты, не уберутся с вашей территории. Мочите их, украинцы. И помните, что весь адекватный мир, он с вами. Весь адекватный мир вас поддерживает. Я и мы все желаем победы Украине в этой войне. Западные санкции против российских депутатов. Кстати говоря, по поводу санкций. Я намеренно эти темы не сильно освещаю, потому что сейчас есть война, которая идет в Украине. Там враг, он непосредственно сейчас на территории, он воюет. Санкции, все то, что сейчас там происходит на каком-то дипломатическом международном уровне, да, это все важно, но это все не так важно, как то, что происходит в Украине. Сейчас вот это важно. Сейчас важно, чтобы оккупант, пришедший на территорию Украины, удивился, просто удивился отваге украинских военных, украинского народа и свалил с территории суверенного государства, чтобы он пожалел о том, что он начал эту авантюру. У меня есть надежда, что то, что произошло сегодня, 24 февраля 2022 года, это начало конца, начало конца России, сегодняшней путинской России. У меня есть очень большие надежды на Украину и украинцев. И у них реально сейчас есть шанс, чтобы эти мои надежды, они стали реальностью. Украина имеет потенциал для того, чтобы Россия захлебнулась в этой войне. И не нужно слушать разговоры людей, которые напоминают про ядерное оружие, потенциал. Да, конечно, это мощная военная держава, да, конечно, у них есть ядерное оружие. Но если они применят это ядерное оружие, то первая страна, которая пропадет с карты этого мира и граждане, которые также, скорее всего, пропадут с этой земли, это будет именно Россия. Помните также об этом. Так как весь этот мир и та его часть, которая, так же, как и Россия, является ядерными державами, они все в этой войне против России. Помните об этом. Поэтому крепости духа Украина вперед. Путин, уходи, держись, Украина. Кстати говоря, я видел эти митинги, которые сейчас проходят на территории России, да, к вечеру они стали уже более массовыми. В Питере вышло очень много людей. Это радует. Да, это хорошо, что люди требуют. Но их все равно... Их все равно пока мало. Для того, чтобы на этих людей обратили внимание, чтобы Путин действительно испугался и отвел ребят, на этого должны выйти миллионы. И да, россияне, вам нужно выйти. Вам нужно потребовать, чтобы ваш президент прекратил это преступление. И еще, кстати, хочу также обратить внимание на всевозможных деятелей, которые... Смотрите, здесь очень важно оговориться. Есть такие чуваки, которые призывают обе стороны сесть за стол переговоров, прекратить военные действия, призывают обе стороны благоразумию. Вот такие чуваки. Я отдельно выделю тех, которые, допустим, находятся на территории России и говорят так. Я могу допустить, что они так говорят, потому что, ну, скажи они иначе, скажи они, как есть, обратись они к своему президенту, то, может, они опасаются каких-то проблем. Поэтому к вам это не относится, то, что я сейчас скажу. Но те, которые сидят не в России, сидят где-то за рубежом, или тем более сидят еще и в Украине, и обращаются к обеим сторонам, эти люди лицемеры. Запомните этих людей. Это не друзья Украины, как бы они не маскировались. Эти люди прекрасно знают, что нет никаких двух сторон, которых нужно призывать к благоразумию. Нет, есть только одна сторона. Есть только одна сторона, которая пришла на территорию суверенного государства. Есть только одна страна, которая пришла убивать граждан другой страны. Есть только один президент, который отдал этот приказ. Поэтому здесь те люди, которые призывают обе стороны, это друзья Путина, это друзья России, это не друзья Украины. Помните об этом. Это лицемеры. Сразу же отмечайте таких людей и вышвыривайте. Так, что-то у нас было, по-моему, в эфире. Сегодня я пью кофе в эфире. Простите, но нормально не спал. Все это время следил за событиями, поэтому нужно пить кофе. Томсо, юрист на моей работе в одной из стран Европы, сказал, что Запад мог бы заглушить Путина, если они обесценят рубль до максимума. Один к тысяче или один к десяти тысячам. Но не сделают этого. Что об этом думаешь? Ничего не думаю. Я не знаю, я не экономист, но сегодня, кстати, евро стоило больше ста рублей, потом она обратно катилась, по-моему, сейчас 97 стоит. Но это понятно, что тот экономический кризис, который переживает сейчас в данный момент Россия, она не переживала даже в девяностых. Конечно, это очень серьезно скажется по гражданам России. Но не это сейчас главное. По крайней мере, для нас. Для нас сегодня главное это то, что происходит в Украине. А о своей судьбе пускай сейчас думают россияне. Пускай думают, пускай выходят, пускай требуют того, чтобы дед отвел ребят, чтобы дед как-то теперь исправлял ситуацию, в которую он привел в свою страну. Ас-саляму алейкум, бро. Рады тебя видеть. Пользуясь случаем, хочу пожелать ВС Украины победы над оккупантами. Давайте, хлопцы, мочите этих выродков. Ас-саляму алейкум 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 алейкум. Украина, мочите врага в сортире беспощадно. Да, сейчас тяжело, но награда свобода того стоит слава Украине. Алейкум ас-саляму. Ты видел сегодня? Я сейчас записал очень интересное видео. Если нет, то посмотри слава Украине. Нет, не видел. Я посмотрю, иншалла. Не считаешь ли, что сейчас самый лучший момент для Чечни Начать отделиться от России на фоне Украины Также и для Грузии появился шанс вернуть свои земли у России Да, конечно, это при наличии у нас определенных возможностей То это, конечно, шанс был бы Но, к сожалению, у нас сегодня нет этой возможности Пока, по крайней мере, на данную минуту Но не исключено, что буквально завтра все может измениться И то, о чем ты говоришь, это тоже нельзя исключать То, что Украина 8 лет притесняет Донбасс и Луганск Это дешевая пропаганда России Донбасс и Луганск притесняет Россию Крым притесняет Россию Это Россия вторглась на территорию суверенного государства Украина никого не притесняет Каков твой прогноз на эту войну? У меня нет прогнозов, друзья Я не умею делать прогнозы Но я знаю точно, что у Украины есть все необходимое Есть возможность просто удивить и Россию, и весь этот мир Они могут это сейчас сделать У них есть возможность И я надеюсь, что они это сделают Они уже, кстати, неплохо себя показали Проявили Уже там есть и пленные со стороны России И немало жертв со стороны России Уничтожены техники Я еще хочу отметить Вот сейчас может показаться, что Ну просто как бы невозможно противостоять такой армаде Потому что мы увидим, что в первый же день Нанесено колоссальное количество ударов По военной инфраструктуре И ракеты, и авиа, и артиллерия И танки вошли, и десант сбросили Это просто настолько широкомасштабное вторжение Но это вот та первая волна Которую они могут себе позволить И да, это вот эти вот первые какие-то потери Я имею в виду сейчас не только потери в людском плане Но и в плане военном Которые понесла уже Украина И она вот понесет эти первые дни Будут уничтожены какие-то склады И о которых знает Россия Которые изначально были обозначены как цели Будут захвачены какие-то там стратегические места Как, например, Черновольская АЭС Сегодня захвачена Аэропорт вроде бы захватили Потом была информация, что его отбили В общем, непонятно В общем, это такая первая волна Да, она будет Но вот как эта первая волна закончится Все, дальше эта война пойдет уже По какому-то такому размеренному сценарию Таких натисков не будет И надо просто уже все Смириться с тем, что война Она уже пришла Никуда от этого не деться Набраться надо терпения Мужества, отваги И методично уничтожать врага Пришедшего на свою территорию Методично Хладнокровно Жестко Только так Субтитры создавал DimaTorzok